прочность основания значит прочность основания этот самый пункт который мы начинаем с проверки как вы помните трещинок которые там есть или нет и как понять она может быть действительно принесет потом клиенту горе или никто про нее не вспомнит да конечно я . . . трещина которая идет от угла коридор проходит г-образно всегда будет речь от угла до пушки до всегда она не всегда будет она классическая классическая потому что мы делаем всегда неправильно здесь кто найдет ошибку почему вообще эта трещина вот в этом месте вообще появилась кто знает кто догадается правильно нет компенсационного шва во первых я не вижу по стенке демпферной ленты я не вижу компенсационного шва в проеме помещения который даже у нас прописано это должно быть обязательно но почему наши строители это не это большой вопрос от того что два смежных помещения имеют разную то есть единый пол и соответственно с течением времени стяжка дает усадку соответственно трещина возникает если бы было сделано то что я то что должно было сделать то скорее всего мы бы такой картинки сейчас не смотрели это нехорошая трещина это именно нехорошая что скорее всего когда вы видите такого плана трещины то можно сначала сказать а потом постучать то есть сначала сказать о том что явно что этот пол будет бухтеть явно что он сделан скорее всего на подстилающим слое то есть он отделен от плиты перекрытия соответственно эта проблема ну его можно или нельзя снимать лопаты но мы точно знаем что если постучать то каждый островок будет по отдельности вот так вот трепыхаться до соответственно конечно же есть пути решения даже в такой плач в таком плачевном состоянии есть пути решения ремонт стяжки или перво-наперво это конечно лучше переделать но так как у клиента подожди так как у клиента всегда не хватает времени денег и вообще все это затевает за собой тянет столько проблемы ну-ка все это с ними только все это вынеси ну-ка заново сделай эти выдержи все сроки которые он должен сок а у меня давля за на рожает или составить соответственно часто на приходится прибегать к ремонту этого пола и на самом деле весьма эффективный нифига не дешевый но дорогостоящий очень процесс потому что сам материал стоит денег работы стоит скрупулезно каждую трещину нужно расшить каждую нужно обеспечить стягивающими планками такими я кстати искал фотку что-то так и не успел найти да или самаре ну вот умные люди для того чтобы дешевле обойтись берут саморезы прорези что в чем суть значит мы видим трещины и видим такие странные здесь такие штучки а на самом деле здесь была расшита болгаркой диском по камню и соответственно сделаны швы поперечные куда по идее вставляются вот эти пластинки или же вставляются какие-то стягивающие элементы по ширине или по глубине по ширине на самом деле это где-то в районе 30 сантиметров до действительно 25 30 сантиметров 300 милин а ширина диск пропилочного это 45 миллиметров и надо нет смысла большого этого делать так работает отлично да то просто болгарка имеет диск диск имеет определенную толщиной и соответственно вполне себе удобно соответственно если а пропилить ой про расшить на глубину две трети это норма две трети от стяжки две трети то есть чуть глубже чем надо чем середина и соответственно вложить потом все это замешать с кварцевым песком и зашпатлевать как это здесь вот эти вот большие пятна это места где паркетчик просто все перемешивал шоу циновская 416 помогать 416 как так что вот мы сейчас об этом мы говорим что специальная смола просто у циновская чем тем хороша что в ней уже в комплекте идут вот эти пластинки которые вставляются то же самое то же такое у цена вонючая у боковой у цена очень вонючая поэтому да есть проблема потом это самое когда вы ровняли вот такой же две сетки маляр а вы потом сверху заливая витамином да значит почему почему песок кварцев почему вот это все делается а потом еще засыпается сверху песком потому что явно после такой ре реинкарнации этого пола его нужно все равно заливать его все как правило полы с такими трещинами очень веселенький а значит после этого он выравнивается и равнитель должен иметь адгезию сцепление с основанием если смола очень как и эпоксидный грунт очень гладкая стеклянная буквально и надо обязательно песок сыпать значит варианты первичного я бы сказал измерения прочности основания поверхностное это всем нам уже знакомая и понятная царапалка чертилка или саморез каленый которым можно произвести сухотертая стяжка да я сейчас парни это же поговорим обязательно значит смотри вполне себе удачная штука для первичного потому что вы все равно таким прибором все параметры стяжки не узнаете вы только узнаете что его поверхность точно не отвалится тут же когда вы приклеите паркет по характеру царапин можно легко определить нелегко а паркетчик профессионал определяет достаточно просто прочность этой поверхности вот если стяжка действительно хорошая вы увидите буквально вот такую картину то есть вы увидите следы от царапин но у вас по краям не будут больших сколов у вас не будут буквально песок вот так лежать вдоль вдоль этих царапин и на пересечении вы не увидите вырывы то есть по всем четырем углам просто если стяжка плохая то будет будет буквально сколы я у меня есть такая фотография вам ее сейчас продемонстрирую то есть вот вам обычно это легко понять что вот здесь не очень хорошо и не все хорошо с полом а там все-таки получше правильно это объект где мы первый раз приклеили паркет на стяжку и тут же получили проблему не на стяжку на равнитель равнитель был трехтысячный и работы сделал мастер который я пришел я поцарапал пара пока я увидел стяжка очень хорошая вообще никаких претензий к этой стяжке нету равнителю на простух все держится но через три месяца когда август случился вот я посмотрел фотография в августе сделано я приехал и увидел картину после чего конечно этот прибор и начал в голове рождаться что без него жить нельзя потому что оказывается вся пластина паркета приклеенная к равнителю отошла от стяжки как раз между стяжкой и равнителем и разошлась разошлась уперлась в стену и начала здесь подниматься у меня будет одна планка как раз вынутая оттуда вот когда плинтус сняли мы увидели что паркет просто дошел да мы сами потом ремонтировали все делали мне нет заливали аж говорю я пришел мастер сказал вот я да я заливал я говорю как ты заливал что ты сделал мне рассказал как все хорошо вот та планка которая оттуда была вынута где она перевернута и видим что на паркете благополучно м клей м1 клей на нем благополучно через грунт приклеен этот очень прочный он достаточно хороший равнитель трехтысячник но его поверхность посмотрите она буквально как девственная на просто не держалась за стяжку основную как решился этот вопрос наехали конечно но как же так ну я не мог ее принять стяжку я принял равнитель принимал понимаешь да потому что я видел равнитель на самом деле клиент оказался вполне себе разумным я ему просто объяснил что ну я как вам рассказываю так всегда с клиентами общаюсь никогда ничего стараюсь не не скрывать и говорил как есть и сказал что посмотрите я конечно понимаю что доля вины наша абсолютная потому что мы не проверим но мы не умеем проверять адгезию равнителя к стяжке и как же нам быть если бы мы сделали вам равнитель у вас бы такого не случилось точно но это произошло соответственно мы за свой счет приехали ему подрезали весь пол подклеивали переклеивали но не полностью замена частично то что по периметру у него развалилась мы это переделали дядька сказал собственно вы молодцы тем не менее и мы остались друзьями могу сказать так но после этого у меня потом бессонная ночь была наверное долго пока я склерометр не видит он как раз определяет прочность на сжатие что с него толку он покажет поверхность этого равнителя это вот как раз еще раз к тому вопросу о том какие работы происходят и как отваливается этот равнитель от стяжки и ну слушайте уже все придумано на самом деле я могу сказать что уже с течением наверное сколько сколько мы пользуемся этим прибором уже не год уже даже не два наверное я могу сказать за это время нашей объекте на наших объектах я такого ни разу не видел и не слышал было такое что приходили открывали нет я андрюхе часто звонит с этим прибором иногда сам беру иногда андрюха вызываю но я звоню как правило либо когда пограничное состояние да я не понимаю выдержит он не выдержит когда он хороший вопросов нет когда плохой тоже вопросов нет а вот когда пограничное такое состояние вроде бы как вот но есть сомнения тогда андрюха приезжай пожалуйста и когда все очень и очень плохо и ты начинаешь заказчику разговаривать а он будет а у меня все хорошо а мне нравится у вас все плохо нет и тогда вот тогда на 3 по 3 пожалуйста приборный когда они оказался через полгода там пришел заказ значит соответственно был один клиент клиентка загородный заказ соответственно было подготовлено под укладку причем уже так конкретно подготовлена то есть был залит равнитель была нанесена эпоксидная грунтовка сика синяя такая знаете наверно зикой да ну в общем короче говоря после того как я пришел искал что все хорошо но я не первый год занимаюсь этим делом давайте проверим все таки мы проверили у нее прочность отрыва была просто какая-то ниже плинтуса и в итоге когда я сказал что я скорее всего вам придется снимать вот это все и делать все заново она говорит да вы в своем уме но когда я сказал создать так ваш специалист вот буквально там полметра если что я за свои деньги его обратно заровняю вот просто собьет и если там все хорошо я беру свои слова назад показания были в пределах от ноль три до ноль шесть от ноль три до ноль шесть по прибору то есть такое это значит в три раза меньше чем норма один ньютон на три раза меньше когда скололи кусочек там буквально все вот так вот ну как видите да но просто я потом ногой вот так вот даже не шпать я говорю просто ботинка нам хлопал он дальше хлоп отскакивал и пришлось все переделывать сейчас зато довольно одну единицу мы видим да это очень хороший результат ну конечно же они редкая стяжка будет выдавать показания один ньютон потому что у нас их делать просто не умеют вот и все только поэтому хотя хотя она должна на самом деле вот это показание то нож не для равнителя но как раз для стяжек для любого бетона и стяжки 1 ньютон на миллиметр минимально возможные на которые я вот так перекрестился и сказал ладно будем делать это 05 действительно 05 только при условии что мы ее грунтуем либо е либо п грунтом только при условии что мы используем эластичный сила на модифицированный клей и желательно 1 они m1p потому что м1p это уже сила новый с полиуретаном который более жесткий который может потянуть за собой нагрузку и передать ее вот в такую беду и она потом лопнет а если это лопается под паркетом я вас уверяю рано или поздно вы там обратно окажетесь на этом объекте